20 лет назад в честь столетия российского футбола был организован футбольный турнир СНГ. Сегодня с переменой политических реалий состав участников, конечно же, изменился, но идея остается прежней. Турнир укрепляет отношения политиков разных стран и городов, а также считается праздником здорового образа жизни. Мы проводим еще и круглые столы в отношении развития футбола, и многие региональные какие-то договора потом подписываются. Поэтому турнир важен не только в плане здоровья, популяризации футбола, но и многим помогает это в дальнейшей деятельности и карьере. Второй раз участие в футбольном турнире парламентариев принимает сборная команда администрации Луганска. Седьмой год подряд за звание самых спортивных политиков борется сейм Латвии во главе с известным латвийским футболистом, а ныне депутатом парламента. Потому что любим футбол вне зависимости от каких-то других там обособленных обстоятельств. Любим футбол, любим общение. Здесь есть футболисты, с которыми где-то играли на футбольных полях, и всегда футбол он объединяет, поэтому мы всегда здесь. За награды турнира борются сборные, мэрии и парламентов Кабардино-Балкарии, Липецкой, Челябинской, Ростовской областей. Большинство игроков – любители футбола. Но так же, как и в латвийской команде, есть среди них и профессиональные футболисты, у которых сложилась политическая карьера. Все игроки не моложе 40 лет. Это главное условие организаторов. Поэтому козырь участников турнира – ум и смекалка, отмечают сами мэры и депутаты. Помимо основных наград, организаторы чемпионата подготовили и шуточный приз для команды, которая займет последнее место. Неизменной остается и еще одна традиция. Участники международного турнира подарят мячи и экипировку местной детской футбольной школе. А уже завтра, 14 мая, по окончании главных игр, состоится по-настоящему зрелищный голоматч. Члены делегаций почтенного возраста, почетные гости международного турнира среди футбольных клубов, парламентов и правительств, сыграют футбол с успешными женщинами – членами женской любительской команды по футболу «Пантеон». Так организаторы решили поддержать развитие женского футбола в стране.